Приветствую вас, друзья! Это канал Откровения, канал о вере в Иисуса Христа и в Его спасении. В прошлой программе были рассмотрены слова, сказанные Павлом в 15 главе 1 послания Коринфянам. Вообще вся эта глава много чего открывает нам. Там сказано, что во Христе все оживут, причем каждый в своем порядке. Что значит оживут? Значит все христовы облекутся в тела нетленные и бессмертные, подобные телу воскресшего Иисуса. Тела умерших во Христе воскреснут нетленными, а тела живых во Христе изменятся в бессмертие. И я говорю сейчас не только о восхищении христовых из всех народов перед началом 77-й, но и о других категориях христовых, которые станут таковыми во время самой 77-й, и которые также получат тела, подобные телу Иисуса Христа. Это и оставленные христиане, которые будут убиты за свидетельство, и это народ Израиля, принявший Иешуа. Все эти категории христовых показаны нам в 20-й главе книги Откровения. Престолы и сидящие на них, обезглавленные за свидетельство Иисуса, и которые не поклонились зверю. И это о них сказано, они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Это произойдет перед наступлением тысячелетия, когда вся власть над искупленным творением будет отдана тому, кто это творение искупил для вечной жизни – Иисусу Христу. И в этой программе, которая названа «Новое царство», я хотел бы продолжить эту важную тему. Вообще вся книга Откровения ведет нас к Царству Иисуса Христа, к новому царству Мессии Иешуа, и к полной власти того, кто победил смерть, кто искупил своей великой жертвой все творение. Он есть тот единственный, кто стал первенцем из мертвых, предназначенный уже для вечной жизни и вечной власти. И это прекрасно показано в пятой главе книги Откровения. Давайте вспомним, что там происходит. Иоанн видит в руках сидящего на престоле Бога книгу, запечатанную семью печатями. И ангел провозглашает, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу. Иоанн плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть эту книгу. Но один из царцев сказал ему «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов победил и может раскрыть эту книгу». «И снять семь печати ее». Лев из колена Иудина, произошедший из царственного рода царя Давида. Мессия Иешуа победил. Что он победил? Он победил этот мир. Он победил смерть. Он победил дьявола. Он, как агнец, принес себя в жертву за грехи всего человечества, испытав немыслимые физические и душевные муки и боли. Как сказано, что он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Наказание всего этого мира Бог возложил на него, на Иисуса, сына своего, который, как агнец, веден был на заклание. И Иоанн видит того единственного во всей вселенной, кто достоин взять и раскрыть эту книгу, который уже как лев, как царь. Посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы заклонный. Мы видим, что он стоит посреди искупленного им творения. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. Что же это за книга, запечатанная семью печатями? Это книга власти над всем искупленным творением. Это документ на право владения творением, им, Иисусом искупленным. Документ, подтверждающий его право царствовать. Смотрите, как этот момент описан у Даниила. Вот, с облаками небесными шел как бы сын человеческий. Дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Новое царство его и вечное владычество его, то есть власть его на небе и на земле, наступит тогда, когда он снимет все семь печатей, то есть откроет эту книгу. Поэтому, когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждой гусли и золотые чаши, полные фемиама, которые суть молитвы святых. Во многих программах говорилось о том, что в образе двадцати четырех старцев показаны все восхищенные до начала седьминные люди, все христовы, умершие и еще живые. Они будут присутствовать при этом торжественном и величественном событии. Каждый из них имеет золотые чаши, полные фемиама, полные своих собственных молитв, вознесенных к Богу, которые ждали Христа и молились, да придет царство твое, да будет воля и власть твоя. И они поют новую песнь, говоря «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью свою искупил нас Богу из всякого колена языка и народа и племени, и садил нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Достоин Иисус взять эту книгу, снять с нее печати и получить всю власть над искупленным творением навечно, новое царство его вечно. И Иоанн видит животных и старцев, и число их тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом «Достоин агнец заклона, принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение». Что достоин принять Мессия Иисус? Силу, богатство, премудрость и крепость, честь и славу и благословение. Все это касается Его нового царства. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей и на море, и все, что в них слышал я, говорило, сидящему на престоле и агнцу, благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили «Аминь». И двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков. Вот такая пророческая картина нам открывается в пятой главе книги Откровений. И это картина не прошлого, но нашего будущего. На небе еще нет восхищенных, показанных в образе двадцати четырех старцев, которые будут присутствовать при этом событии. И Иисус еще не снимал печати с этой книги, потому что событий, описанных при снятии печати, еще не происходило. Что же можно сказать о тех, кто показан в образе двадцати четырех старцев? Почему они в белых одеждах и золотых венцах сидят на престолах? Потому что при их жизни Иисус Духом Своим уже царствовал в их сердцах. Он жил в них. Помните, как Иисус был спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие? И ответил, не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь, или вот там, ибо вот Царство Божие внутри вас есть. Царство Божие внутри человека, в сердце его. Когда человек искренне раскаивается перед Богом, осознавая и признавая, что сам по себе он грешен, и допускает Иисуса в свое сердце и в свою жизнь, чтобы он царствовал и имел полную власть. Только тогда Иисус очищает человека изнутри, становится в жизни человека Царем, Господом и главной драгоценностью. Поэтому одежда людей, показанных в образе двадцати четырех старцев, белая, поэтому на их головах золотые венцы. Как и Павел говорил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Всем возлюбившим явление Иисуса Христа будет дан этот золотой венец правды. Почему еще тогда, почти две тысячи лет назад, Иисус проповедовал Царство Божие? Почему уже тогда Он говорил, что приблизилось Царство? Потому что уже тогда Он начал царствовать в сердцах многих людей, поверивших Ему. И все эти люди, начиная с того времени, уже умершие и еще живые сегодня, в ком царствует Иисус, в чьем сердце Он имеет полную власть, будут восхищены и посажены на престолах. Это они станут свидетелями воцарения Иисуса Христа, их Господа и Спасителя, которого они так ждали и призывали. Вот на днях немного слушал известного проповедника, говорящего о последнем времени, о великой скорби и о том, что восхищение произойдет после снятия шестой печати. И Он говорил, что восхищенные – это все, показанные как великое множество людей, стоящие перед престолом, в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Но это не восхищенные люди, если только читать внимательно. Это христиане, оставленные и убитые за Слово Божие во время начальных событий судов, во время первой половины Семидесятой Седмины. Почему я так уверенно об этом говорю? Потому что они же показаны после снятия пятой печати, когда Иоанн увидел под жертвенником души, убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И они возопили к Богу. Да коли, владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? Кто-то говорит, что это показаны все мученики, убитые за Иисуса Христа за две тысячи лет. Но посмотрите, что они кричат. Они просят осудить живущих на земле за их кровь. Это не восхищенные, это оставленные, убитые за Христа во время первой половины Семидесятой Семидесятой. А все те, кто был убит за Христа раньше, за две тысячи лет, еще во время благодати, будут, конечно, воскрешены, восхищены и посажены на престолах, потому что они Христовы. Но что сказано этим убитым? Чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Убиты, как и они. Это мученики последнего времени, из всех народов. И в седьмой главе показано, что число этих убитых наполнилось, и они стоят перед престолом. Великое множество людей, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло перед престолом, с пальмовыми ветвями в руках своих. Пальмовые ветви – это символ мученической смерти. И сказано, это те, которые пришли от великой скорби. Они все будут убиты. Но при восхищении Христовых перед началом седьмины будут умершие и еще живые. Но в этой категории живых нет. Они все будут убиты. И они стоят перед престолом. Потому это никак не восхищенные люди. А восхищенные будут сидеть на престолах, как и обещал Иисус. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. Как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Как победил Иисус, пребывая с отцом, так должны побеждать и мы, пребывая с ним и в нем. Побеждать этот мир и побеждать дьявола мы можем только тогда, когда Иисус наполняет и царствует в нашей жизни. Ведь никак иначе побеждать невозможно. С восхищения Христовых, умерших и живых, начнется его второе пришествие. Ведь сам Господь сойдет с неба и откроет небесную дверь. Поэтому очень важно различать эти образы. 24 старца, сидящие на престолах, и великое множество убитых, стоящих перед престолом. Не поддавайтесь и не принимайте на веру многие подобные проповеди. Тех, кто не видит и не верит по каким-то причинам. Молитесь, думайте, читайте, соединяйтесь со Христом, верьте и ожидайте Его. Хорошо с людьми из всех народов, которые войдут в новое царство, разобрались. Это восхищенные до начала судов и оставленные, которые будут убиты за слово Божие. Но кого еще не достает для нового царства? Конечно, избранного народа Израиля. Ведь Иешуа был заклан из-за них. Вся неразбериха и путаница в понимании книги Откровения возникает по причине того, что люди не видят Израиля. Не видят и не различают народ Израиля, которому суждено будет увидеть и принять Иешуа как мессию, Машеха, только во время 70-й седмины. И большая часть книги Откровения, описывающая 70-ю седмину, посвящена именно народу Израиля, его возрождению от Духа Иешуа, чтобы приносили жертву Господу в правде. И слова Иисуса, говорящие об этом последнем времени, описанные в Евангелии Матфея, Марка и Луки, тоже во многом относятся к иудеям. «Находящиеся в иудеи добегут в горы, вас будут бить в синагогах, предадут в синедрион» и так далее, и так далее. Поэтому очень важно различать все эти категории, чтобы не запутаться и не грузить все в одну непонятную кучу, заблуждаясь и вводя в заблуждение других. Ведь слова о восхищении в середине или в конце седмины уводят людей от бодрствования и ожидания внезапного, неожиданного восхищения. Иисус придет, чтобы взять тех, кто принадлежит Ему, когда еще не наступят даже начальные, описанные в Откровении события. Он придет, когда все еще будет идти в обычном порядке, как сегодня, как было во дне иное. И о восхищении сказано «Сам Господь сойдет с неба». С этого события начнется 70-е седмина и все второе пришествие Иисуса Христа. Поэтому будьте очень внимательны и осторожны, слушая подобные высказывания и утверждения. Все, что нужно делать сегодня – открывать свое сердце перед Иисусом, чтобы Царство Его и полная власть Его уже сегодня была внутри вас. Что же еще произойдет во время 70-е седмины, кроме спасения всех категорий людей, принадлежащих Христу? На этот мир обрушатся Божьи суды. Он будет осужден Богом. Слово противопоставляет этот мир и его неправду с правдой Божией, которая во Христе. Иисус много говорит о мире, что князем мира сего является дьявол, что мир ненавидит его, потому что Иисус свидетельствует, что дела мира злы. Но Иисус победил мир, наполненный всякой неправдой, гордостью, ложью, соблазнами, убийствами, идолопоклонством. И говорил, Царство Мое не от мира сего. Но, по мнению многих, что-то в этом мире будет осуждено и падет. Частично. Религия, например. Или Америка, как страна, которую многие привязывают к образу Великого Вавилона. Но сам этот мир, в том виде, в котором мы видим его сегодня, продолжит существовать. Просто править и царствовать в нем будет Иисус Христос. Такой, можно сказать, лайт суд над миром. Но так ли показывает все Писание и особенно книга Откровения? Нет, совсем не так. Речь идет о полном конце этого мира. Давайте вспомним, какой вопрос задали ученики Иисуса Христа на горе Иллионской. Они спросили, какой признак Твоего пришествия и кончины века. То есть они однозначно связывали Его пришествие с концом этого мира. Они не спрашивали о признаках Его пришествия и конце какого-то города или страны, или религии. Но они однозначно связывали Его возвращение с концом этого мира. И также показывает книга Откровения, где в образе Великого Вавилона показан весь этот мир, который яростным вином своего блудодеяния напоил все народы. Весь этот мир будет осужден Богом и падет навсегда. Придет Его конец. Конец всякой мерзости и лжи, конец всякому нечестию и всякому соблазну, конец войнам и убийствам, конец заблуждениям, идолопоклонству и обману, конец болезням и скорбям, конец всякой похоти и гордости человеческой. Как Бог говорит через пророка Исаию, вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынью и истребить с нее грешников ее. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их и положу конец высокоумию гордых и уничтожу надменность притеснителей. Что мы видим в этих словах? Гнев и пылающую ярость Бога за все беззакония этого мира и человечество в целом, за гордость и надменность его. Или Петр говорит, что если тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, то нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. И дальше говорит, впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба, и новой земли, на которых обитает правда. Вот какого нового царства мы ожидаем с пришествием Господа. Царство на новом небе и новой земле, где обитает правда. И вся эта программа о новом царстве Иисуса Христа, царстве правды, «Когда этот мир падет, и воцарится Он, Иисус Христос, искупивший творение великой жертвой Своей, воцарится навечно. И с Ним будут званные и избранные и верные. С Ним будут все христовы, из язычников и из Израиля, которые станут одним многочисленным народом во Христе». Нам невероятно сложно понять сегодня, что же это будет за новое царство. Наш человеческий мозг просто не может представить этого, потому что никогда не видел ничего подобного, а написано об этом очень мало. Но все христовы оживут перед наступлением 7-го тысячелетия, оживут перед наступлением этого нового царства, то есть их тела преобразятся и станут подобными телу воскресшего Иисуса. О христовых слова 20-й главы Откровения. «Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». О христовых слова Павла. «Во Христе все оживут, Христовы в пришествии Его». А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, «Когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не злужит всех врагов под ноги Своей. Последний же враг истребится смерть». Ему, Иисусу Христу, надлежит царствовать вместе со всеми ожившими в новых духовных телах. Ведь о всех христовых Павел говорит, «Не все мы умрем, но все изменимся». «Все мы в новом царстве будем изменены, получим духовные тела». Когда речь идет о духовном, мы всегда представляем невидимое. Но воскресшее духовное тело Иисуса имело невероятное свойство. Он мог быть видимым, мог стать невидимым, мог проходить через стены и закрытые двери, и в то же самое время ученики могли прикоснуться к Нему. Он ел с ними, и его внешность могла изменяться. Он мог являться, как сказано, более чем пятистам братьям в одно время. И он говорил, что дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. То есть у его духовного тела, нетленного и бессмертного, была плоть и были кости. Как это возможно, непонятно, но это так. И всем мы, в ком живет дух Христов, будем преображены в такое же тело, как у Иисуса. В тело духовное, уже нетленное и бессмертное. Как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Потому что плоти и кровь не могут наследовать Царствие Божие. И тление не наследует нетление. Павел цитирует пророка, что Бог дал такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова еще раз означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Новое царство, на уже новом небе и на измененной новой земле, когда все небесное и земное соединиться под главою Христом. Царь царей и Господь господствующих снимет все семь печати из книги, взятые им из рук Отца. Его царица навечно, вместе со всеми, кто принадлежит Ему. И сегодня, когда времени, судя по происходящим в мире событиям, по всем признакам и по всем пророчествам, осталось так мало, мы будем в полном покаянии, в полном сокрушении сердца перед любимым Иисусом. Мы будем еще и еще освящаться им и очищаться им. Мы будем со всей любовью, верой, надеждой и терпением ждать Его, Иисуса Христа, искупившего нас такой дорогой ценой, как друзей своих. Потому что совсем скоро наступит царство правды Его, и свет Его воссияет, и слава Его наполнит всю вселенную. Мы так ждем этого невероятного царства, где уже не будет болезни и смерти, где не будет плача и скорби, не будет никакого нечестия, мерзости и лжи, но где Иисус даст нам увидеть всю Его красоту, всю Его величие и славу. И мы вечно будем с Ним. До встречи!